МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это сумма, которая остается в семье после уплаты обязательных платежей, налогов, коммунальных услуг и других. В студии работает Борис Киргенников. Приветствую вас. В ближайшие несколько минут расскажу о последних новостях из мира экономики, финансов и бизнеса. Ну а кто-то остается и вовсе без денег. В Новосибирской области объем долга по зарплате за месяц вырос на 20%. Без своих кровных заработанных остаются 3000 человек. Информацию приводят аналитики Новосибирскстата. Предприятия не выплатили сотрудникам в общей сложности почти 88 миллионов рублей. Почти половину суммы работодателей должны сотрудникам, которые уволились еще в прошлом году. На четыре предприятия – завод ПСК, ЛДСК, МСУ-78 и СИП Трубопороводстрой – приходится 83% всего долга. Тем не менее, есть и приятные новости о рынке труда. Две трети работодателей планируют повысить зарплаты своим сотрудникам в 2017 году. Такие результаты в ходе исследования получили аналитики рекрутинговой компании «Энтел Раша». Большинство компаний закладывают в бюджет повышение жалования на 7-9%. Некоторые работодатели и вовсе собираются улучшить условия труда своих сотрудников. Зарплаты в этих организациях вырастут на 15%. В более выигрышном положении окажутся сотрудники международных фирм и организаций, уверены эксперты. Также работодатели оптимистично говорят о планах набора персонала. 41% компаний, участников опроса, возьмут в штат новых сотрудников. Это коснется сферы медицины и IT. Рынок новых легковушек в Сибири показал самое сильное падение среди федеральных городов. Автосалоны продали на 14% машин меньше, чем в 2015. Информацию приводят аналитики центра «Автостад». В целом по стране падение к прошлому году не такое серьезное – минус 5%. Всего в России был продан 1 млн 112 тысяч новых легковушек. Лидером среди федеральных округов стал «Центральный». На него пришлась почти треть общего объема – 400 тысяч машин. Следом в рейтинге идут Приволжский округ. Северо-западный единственный продемонстрировал положительную динамику – плюс 0,2%. Автосалоны Сибири продали лишь 67 тысяч легковушек. Лицензию отозвали. В России приостановлена деятельность «Форусбанка» – организацией, которая в нашей стране являлась одним из лидеров на рынке автокредитования. Головный офис компании находится в Нижнем Новгороде. Филиалы в 16 крупных городах. В том числе один в Новосибирске. Офис, расположенный на улице Блюхера, был закрыт в разгар рабочего дня. По официальным данным, финансовая компания не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка. В телефонном разговоре с корреспондентом ОТС управляющий новосибирского филиала заявил, клиенты смогут вернуть свои сбережения через агентство страхования вкладов. Несмотря на зачистку банковского сектора, только в этом году лицензии лишились 83 компании, россияне все больше доверяют свои деньги финансовым организациям. Объем вкладов населения в рублях за ноябрь вырос на 1,3%. На счетах жители страны хранят 23 триллиона 700 миллиардов рублей. Статистику приводят в Центральном банке. Средняя депозит составила 164 тысячи рублей. Это на 5% больше, чем было год назад. Самый большой прирост продемонстрировал сегмент крупных вкладов от 1,5 до 3 миллионов рублей. А вот небольшие суммы россияне в банке несут неохотно. Вклады до 100 тысяч за третий квартал упали на 1,5%. Видимо, дома хранить такие средства комфортнее. Годовая инфляция в России сократилась до 5,6%. Президент страны уверен, что в 2016-м показатели побьет минимальный рекорд в новейшей истории. Цитата дня от Владимира Путина. У нас заметные сдвиги в лучшую сторону. Вполне вероятно, будет наименьшая инфляция за последние 25 лет. Все это очень хорошие предпосилки для решения задач, перед которыми стоит страна в 2017 году. Нужно обеспечить рост производительности труда. На этой базе добиться роста внутреннего волового продукта. Конец цитаты. На этом мы заканчиваем выпуск деловых новостей. Я же с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале ОТС. Мы рассказываем интересно об интересном. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...